В прошлом учебном году педагог из Одинцовского лицея номер 6 Галина Кузьмина приняла участие в тренинге компании ЭДЮКЕА. Его участники, российские учителя, постигали тонкости системы образования Сингапура, которая признана одной из самых успешных в мире. Пример азиатских коллег вдохновил Галину Станиславовну и теперь она сама готова делиться секретами сингапурского успеха. Наше российское образование заинтересовалось этим опытом. Наша Московская область тоже активно сотрудничает с сингапурскими компаниями, с компанией ЭДЮКЕЙ, которая проводит обучение учителей. Вот я прошла тренинги по этой технологии сначала сама, а теперь уже провожу тренинги у учителей нашей области. Полгода мы всего в этой технологии работаем с этими приемами. Вот мы и используем. Мы направлены в первую очередь на то, чтобы дети сами активно добывали знания на уроке. А это самая главная задача наших новых федеральных государственных образовательных стандартов – научить детей учиться. По расписанию 10-го В. История – тема урока у истоков рода человеческого. Кроме учеников и преподавателя в классе представители системы образования Московской области во главе с министром Мариной Захаровой. Как на земле появился человек? Ответ на этот вопрос лицеисты искали, разделившись на группы. И это предусматривает сингапурская технология. Урок построен так, что вынуждает детей к поиску информации. Принуждает их быть очень внимательными на уроке. И еще одно очень важное – учат на уроке не только учитель, но и учатся они друг у друга. Потому что зачастую некоторые дети по предмету знают гораздо больше или не меньше, так точно, чем учитель. Как на земле появился современный человек? Его сотворил Бог путем эволюции или благодаря внеземным цивилизациям? Мнения лицистов разделились, началось обсуждение. Но по его итогам озвучить десятикласснику пришлось мысли не свои, а коллеги по группе. Она считает, что человек не может выйти за пределы своей орбиты. И она предположила, что во всех религиозных писаниях говорится о том, везде говорится о девяти кругах ада. И она предположила, что, может быть, мы находимся на одном из них. При таком подходе дети учатся уважать друг друга, а времени занятия хватает на всех. Лицеисты уже оценили плюсы сингапурской технологии, поэтому уроки с ее применением ждут с нетерпением. Ребятам вообще очень нравится. Вот у меня такие условия, что я провожу уроки в разных кабинетах. И один из первых вопросов, которые дети задают, приходя на урок, мы сегодня парты двигаем, группами садимся. То есть их вот это вот все привлекает. Там же все проходит в активной форме. А это, ну, сегодняшним подросткам, непривыкшим, не умеющим, скажем, даже сидеть 45 минут без движения, это очень привлекательно. Им нравится, что они во время урока могут общаться. Но это общение по теме урока. Они свободно говорят. И мои ребята уже вот сейчас не стесняются, ну, по крайней мере, в группе своим соратникам, одногруппникам, они могут спокойно рассказывать. Работу учеников 6-го лицея по сингапурской технологии оценили высокие гости. Пока элементы иностранной системы образования в учебном заведении используют только учителя истории и общества знания. Но совсем скоро их примеры последуют и другие преподаватели. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.